От дел кружилась голова Комплекс 18 форм Тайзи Цигун разработан известным мастером Линь Хоушеном в 70-е годы прошлого века на основе старых даосских систем, сочетающих физические и ментальные способы регулирования энергетики тела. Методика получила широчайшее распространение как в самом Китае, так и по всему миру, благодаря своей простоте и эффективности. Оздоровительный потенциал комплекса проявляется вне зависимости от того, насколько полно мы осознаем энергетическую основу форм и механизмы регуляции, поскольку точное и регулярное выполнение, рано или поздно, приводит к положительным изменениям в нашем теле. Необходимо также подчеркнуть, что хотя сам комплекс разработан мастером сравнительно недавно, каждое из упражнений является жемчужиной древней традиции. Терапевтический эффект объясняется внешнепростым механизмом массажа внутренних органов в ходе наклонов скручиваний на фоне мощного тока энергии, вызванного общей структурой комплекса. Поэтому нежелательно переставлять формы местами или вносить любые иные изменения, ибо последовательность выстроена патриархом на основе глубокого внутреннего чувствования, недоступного нашему пониманию. Помянутый механизм подобен тому, что имеет место при стирке или полоскании белья в проточной воде. Физическая деформация сама собой вынуждает старую энергию пропидать на сиженное место и освобождать его для свежей и чистой энергии. Каждая форма должна выполняться не менее трех раз. Правая и левая половинки считаются заединить. Но это учебный или щадящий режим. Стандарт предусматривает шестикратное повторение. При хорошей подготовке можно делать 9 или 12 раз. Не пытайтесь освоить сразу весь комплекс. Учить формы надо одну за другую, переходя в последующие только после абсолютного обладения предыдущей, обращая при этом особое внимание на стыки между ними. Добившись чистоты и некоторого автоматизма движений, пробуйте следить за своим дыханием. В комплексе используется дыхание двух типов – прямое и обратное. В прямом дыхании вдох происходит естественным образом за счет расслабления и выпячивания нижней части живота. А на выдохе живот напрягается и подтягивается. Именно так дышат животные и младенцы. В обратном дыхании движения живота противоположны. Этот тип дыхания мы обычно, естественно, используем при выполнении усилий. При вдохе низ живота слегка напрягается и подтягивается вверх и к себе. А на выдохе низ живота расслабленно расширяется. Когда прямое дыхание при выполнении комплекса станет привычным и осознанным, используется обратное, там, где удобно. Этот тип дыхания рекомендуется выполнять в четвертой, шестой, восьмой, девятой, одиннадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой формах. Необходимо также обратить внимание на следующие моменты. Первое. Нельзя заниматься на скорую руку. Если вы не уверены, что времени хватит, лучше не начинать. Второе. На протяжении всего комплекса исключены какие бы то ни было разговоры, посторонние движения и действия. Третье. Абсолютная тишина не является категорическим требованием, и вообще стремление к идеальности обстановки лишь усиливает нервозность. Напротив, тихий фоновый шум, приятная музыка, не несущая агрессивной информации, даже способствует углублению концентрации. Четвертое. По окончании тренировки, около 15 минут, не рекомендуется есть, пить и принимать душ. Вода, как одна из пяти стихий, причем одна из самых мощных, может нарушить вновь сгармонизированную энергетическую структуру. Крайне желательно перед исполнением формы и в конце провести хотя бы 5 минут в какой-либо статике, сидя либо стоя, чтобы успокоить дыхание и мысли, и накопить хотя бы немного энергии. Не рекомендуется переставлять формы местами, поскольку комплекс великолепно уравновешен и продуман по энергетике. По прохождении этапа освоения комплекса вы вправе ожидать явного улучшения самочувствия, исчезновения гнетущей усталости, появления легкости в теле и живости в мыслях, блеска глаз, ясности головы и т.д. Подводя итоги, необходимо отметить, что не стоит ждать чудес, тем более немедленных. Затяжные телесные болезни, именуемые современной медициной как хронические, на удивление устойчивы к любым воздействиям, наживаются они годами и тщетно пытаться исправить их за месяц непременительных занятий. Тезицыгун – не узколечебный, а здоровительный и профилактический метод общего плана. Улучшение происходит за счет нормализации энергетической картины тихо и незаметно, сводя постепенно на ноль многие проблемы. Но все это при условии ежедневных занятий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова